Наверняка многие из вас сталкивались с высказыванием, что в уличной драке спортсмены мало что могут и часто получают по шее. Обычно это говорят те, кто вообще не занимается единоборствами и таким образом находит себе оправдание. Привет ломающее время грокодилы! Вы на канале Муайтай Сикея и Федорович. Покажу вам невероятно захватывающий бой между мастером Муайтай и уличным бойцом, который прошел на голых кулаках. Сейчас вы его посмотрите, а потом мы вместе его проанализируем. Тоже когда будем разбирать жиры. Очень калорийный продукт. Тоже когда будем разбирать жиры. Соответственно углей побольше. Всех приветствую. Ну зачем? Такие вот там потребляет цинк, ну вот такая вот банка. Данное видео, вот образом, как раз на верх, собственно, отжиманий два. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 еще один жесткий прямой, после которого Таец в стоячем нокдауне шатался по всему ринг. Но на то он и профи-боец, чтобы не сдаваться после таких ударов. В профи-боях по Муай-Тай такие удары бойцы терпят в каждом поединке, и для нашего мастера такое состояние не впервой. А тем временем обратите внимание на тактику работы бойцов. Таец работает лоу-киками, хотя видимого урона они уличнику не приносят. Но боль в ноге накапливается, и через десяток ударов ляжка будет отбита. А также постоянно идет в клинч, только не работает коленями, наверное это запрещено правилами. А просто забирает голову и отдыхает. Кроме того, тактика лоу-киков оправдала себя в конце. Практически весь бой Ча приучал пацана к лоу-кикам, а потом всадил хай-кик в голову, который и стал финальным. Боксерчик просто был не готов к такому удару. В свою очередь уличник неплохо боксировал и пытался снова попасть своим недетским ударом. Но его беда была в том, что после того как он отправил тайца в нокдаун, слишком завелся и начал вкладываться в каждый удар, расходуя на это неоправданное большое количество энергии. Соответственно он начал быстро уставать, и уже через две минуты боя его удары стали гораздо слабее, что позволило тайцу чувствовать себя еще более уверенно и не бояться пропустить жесткий удар. Давайте подытожим. Оба бойца показали отличный бой, но опыт тайца, который не раз побывал в ринге, где испытал зарубы и покруче, сыграл важную роль. С другой стороны, уличник почти нокаутировал мастером уай-тай на первой минуте боя. И не одним ударом, а три раза он отправлял его в нокдаун шататься по рингу. Поэтому бой мог закончиться по-всякому. Я хочу вам сказать, что даже на улице умения и навыки единоборств однозначно очень важны. Невозможно быть хорошим уличным бойцом, сидя дома, отжимаясь от пола и тренируясь, избивая старое одеяло. Конечно, это лучше, чем лежать на диване, и возможно это даже поможет вырубить какого-то гопника-алкаша. Но против бойца, у которого за плечами пару лет зала, у вас не будет шансов. Даже те, кто называет себя уличниками, все равно ходили на какие-либо секции единоборств. Конечно, бой на улице и в ринге это две огромные разницы, но без навыков, которые можно получить в зале, вы не сможете хорошо драться на улице. Пишите в комменты, что вы думаете по этому бою про единоборство в уличной драке. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк и делитесь видео с друзьями. Пускай заценят месиво. Также смотрите супер видео в описании. А если вы хотите научиться драться или усилить свои тренировки, забирайте бесплатные видеокурсы в описании под видео. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках.